О себе вновь напомнил скандально известный российский политик и профессиональный армянский лоббист Константин Затулин. Сначала он долго и нудно расписывал свои мнимые заслуги в развитии отношений Армении и России, в поддержке армянской экономики, а также в признании российским парламентом в 1995 году геноцида армян. Затем принялся давать советы, как России надлежит защищать права армян Карабаха на самоопределение и наказывать Азербайджан за то, что в Баку после 44-дневной войны ведут себя как победители. Конечно, очень было бы интересно понять логику господина Затулина. Неужели он действительно думает, что Азербайджан, который выиграл войну, должен вести себя так, будто армянские оккупанты по-прежнему находятся в Джабраиле и Шуше? Или, может быть, Затулин думает, что делимитация и демаркация границ будет проводиться по принципу «как хочется Армении»? С чего депутат Государственной Думы Российской Федерации взял, что Азербайджан будто бы обязался не применять силу для защиты своей территориальной целостности, а тем более в ответ на армянские провокации? Как напомнил Затулину в декабре 2020 года политолог Фуад Ахуннов, сам президент России Владимир Путин заявлял, с международно-правовой точки зрения эти все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской республики. Фуад Ахуннов. Боевые действия в течение всех 44 дней шли исключительно на территории Азербайджана, и территорию Армении не затронули. Конечно, человек имеет право на личное мнение, однако здесь надо оперировать не категориями «нравится-не нравится», а держать в голове признанные границы, резолюции Совета Безопасности ООН, за которые голосовала в числе других стран, и Россия. И еще, коренные интересы своей страны, ее международные обязательства. Директор Института стран СНГ в лучшем случае просто не видит тех сдвигов и изменений, которые происходят в отношениях России, Азербайджана и Турции, и мыслит устаревшими категориями не то русско-турецких войн, не то блокового противостояния. На фоне этого интересно услышать от господина Затулина ответ на вопрос. Действительно, а он часом не забыл, что представляет в Госдуме Российской Федерации российский Сочи, а не Армению. То есть отстаивать, в том числе и на армянском треке, должен прежде всего интересы России. Вернемся в относительно недалекое прошлое. В 1993 году в Армении был принят закон о языке, согласно которому ни одной школы с русским языком обучения в этой стране быть не может. Есть только школа в силе Фиолетова, которая находится под патронажем посольства России в Армении. Высказывался ли по этому поводу Затулин? Конечно, нет. Сейчас в Армении в результате существенного нажима со стороны России, в котором, кстати, господин Затулин никакого участия не принимал, все же были открыты русские классы. Но в них, опять-таки, в худших традициях гитлеровской Германии, не принимают детей из армянских семей. Право учиться там имеют только те дети, у кого хотя бы один из родителей не является этническим армянином. Разве господин Затулин как-то высказался по поводу таких проверок на чистоту крови? Нет. Согласно различным исследованиям и опросам, среди всех республик бывшего СССР, меньше всего русских проживает именно в Армении. И хуже всего русским также живется именно в Армении. Зампред Думского комитета по делам СНГ, который отвечает за интересы соотечественников за рубежом и активно выражает свою позицию по ситуациям в Украине, Грузии, Латвии, Литве, Эстонии, упорно молчит по поводу происходящего в Армении. Русские, проживающие в Армении, ничего от Затулина так и не услышали. И это, как минимум, странно. В 2016 году с участием, вернее, соучастием президента Армении Сержа Саргсяна в центре Еревана в правительственном квартале был открыт памятник гитлеровскому пособнику Горигину Нжде. Затулин опять промолчал. Как подчеркнул политолог Фуад Ахундов, позиция Затулина по вопросу героизации нацизма в Армении идет вразрез с заявлениями МИД России, обращениями российской общественности и документальными свидетельствами из архивов спецслужб РФ. Но вот, когда речь зашла о демаркации границы, мы сразу услышали громкий голос Затулина. Однако для того, чтобы решать такие вопросы, в России есть МИД. И тем более есть президент, который по этому вопросу высказался весьма четко. И Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики. Что касается российско-армянских отношений, то Затулин мастерски играет против российских интересов. Замалчивая вопросы, связанные с положением русских в Армении, никак не комментируя закон о языке и героизации нацизма со стороны официального Еревана, Затулин фактически внес вклад в то, что в 2018 году в Армении случилась бархатная революция, и к власти пришел Никол Пашинян, взявший курс на дистанцирование от Москвы и сближение с Западом. Три года назад, в ноябре 2018 года, Затулин провел заседание своего Лазаревского клуба в Ереване. Но никто, никто из тех, кто в этом самом Ереване принимает решение, на его заседаниях не появился. Красноречивое свидетельство реального авторитета и веса господина Затулина в сегодняшней Армении. И все его громкие обещания как раз и призваны набить цену на армянском треке. А то не приведи Господь, лишат еще довольствия. Только вот заниматься такими делами может какой-нибудь независимый политолог, но не депутат российского парламента и не зампред Думского комитета. Господин Затулин должен в первую очередь представлять интересы Краснодарского края, от которого был избран, а не обслуживать интересы Армении. Не кажется ли российским налогоплательщикам, что их деньги уходят немного не туда? И если Затулин забыл, чьи интересы защищает, то может пришло время признать его иностранным агентом?